Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Героем нашего сегодняшнего обзора станет микроскоп, покупка которого не ударит по карману родителей и в то же время способного превратить обычный каприз в будущую профессию. Итак, представляем Вашему вниманию недорогой, но обладающий хорошими возможностями микроскоп, который поможет по-настоящему увлечь ребенка тайнами окружающего нас микромира. Микроскоп Segetto Bio5. Микроскоп поставляется в подарочной, красочно оформленной картонной коробке, внутри которой видим пенопластовую упаковку, которая надежно защищает прибор при транспортировке. Внутри нее и разместился сам микроскоп и набор аксессуаров к нему. Познакомимся поближе с комплектом. В комплект поставки входит сам микроскоп, два окуляра 5 и 10 крат, пластиковый контейнер с пятью готовыми препаратами и пятью чистыми стеклами для самостоятельного приготовления препаратов. Кроме того, в комплект входят две батарейки типа размера АА для питания светодиодной подсветки, а также инструкция пользователя на русском языке. Рассмотрим микроскоп поближе. Корпус микроскопа выполнен из прочного пластика. Этот, казалось бы, недостаток становится достоинством, заключающимся в малом весе прибора. Исключением является револьверная головка и фиксаторы для препаратов. Эти элементы выполнены из металла. В нижней части основания микроскопа расположен отсек для установки элементов питания. Микроскоп снабжен тремя несъемными однолинзовыми объективами кратностью 7, 15 и 40 крат. В комбинации с комплектными окулярами 5 и 10 крат получается достаточно широкий диапазон увеличения от 35 до 400 крат. Оптические элементы окуляров и объективов выполнены из оптического стекла. Просветление на всех оптических элементах отсутствует. Смена кратности микроскопа осуществляется сменой комбинации окуляров и объективов. Чтобы сменить объектив достаточно повернуть револьверную головку до характерного щелчка. Окулярная трубка микроскопа имеет удобный наклон в 45 градусов. Это делает работу с микроскопом весьма удобной. Для предотвращения попадания пыли внутрь микроскопа окулярная трубка закрывается пластиковой заглушкой. Следует отметить хорошее чернение окулярной трубки. Хотя чернение ближе к глянцевому, тем не менее заметных бликов внутри трубки не видно. Фокусировка изображения осуществляется путем поднятия или опускания предметного столика. Для этого микроскоп оснащен двумя рукоятками. Вращение рукояток тугое, но вместе с тем плавное и даже при большом увеличении не возникает трудностей с настройкой резкости изображения. Следует отметить отсутствие стопорного винта, ограничивающего ход предметного столика. Поэтому необходимо быть внимательным и осторожным, чтобы не повредить микропрепарат или объектив микроскопа во время фокусировки. Под предметным столиком расположилось колесо диафрагм, которая представляет собой пластиковый диск с восемью отверстиями. Выбирая различные диафрагмы, мы изменяем интенсивность светового потока, идущего от светодиода, и таким образом настраиваем яркость картинки, видимой в микроскоп. Следует добавить, что кроме светодиодной подсветки микроскоп оснащен зеркальцем. Днем, в солнечную погоду, зеркальце обеспечивает достаточную яркость освещения препарата вплоть до увеличения двести крат. При большем же увеличении необходимо использовать светодиодную подсветку. Перейдем непосредственно к тестированию. Для оценки качества изображения будем использовать готовые препараты анатомических срезов растений, насекомых и одноклеточных организмов. Для фиксации изображения вместо окуляра установим цифровую камеру, подключенную к персональному компьютеру. Итак, в качестве первого образца мы выбрали срез стебля сосны. С семикратным объективом выглядит довольно четко и красочно. С объективом в сорок крат четкость картинки несколько снижается. Тем не менее срез выглядит довольно четко и с интересными подробностями. У инфузории туфельки с тем же сорокакратным объективом отчетливо просматривается внутренняя структура. Муравей с семикратным объективом полностью помещается в кадр. С десятикратным объективом просматривается большое количество подробностей в его строении. Посмотрев на кожицу чеснока отчетливо видим ее клеточное строение и даже ядро внутри отдельных клеток. Из-за небольшой глубины резкости и присутствия других оптических искажений срез пробкового дерева выглядит несколько размыто. Аналогичная картинка наблюдается на изображении кожи жабы. В целом, учитывая начальный уровень этого оптического прибора, качество картинки нам понравилось, а может даже и превзошло наши ожидания. Итак, несмотря на то, что данный микроскоп относится к детским микроскопам, в целом он оправдал наши надежды. Хорошее исполнение и достаточно качественная картинка позволяет поставить этому микроскопу оценку 9 баллов из 10. Небольшой вес, низкая цена и вполне приличные оптические возможности позволяют нам смело рекомендовать этот прибор в качестве первого микроскопа для юных исследователей микромира. Да и взрослым не безинтересно будет заглянуть в его окуляр. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.